Друзья, всем привет! Итак, свершилось. Apple наконец назначила дату мероприятия, которое мы все с нетерпением ждем. Как я говорил ранее в своих видео, оно состоится уже в этом месяце, а именно в понедельник, 18 октября. Учитывая слоган Unleashed, который можно перевести как спущенный из привязи, что как бы намекает на мощность новых процессоров, а также время года, можно ожидать, что на этом мероприятии будет анонсирован выпуск новых компьютеров Mac. Больше всего все ожидают выхода новых 14 и 16-дюймовых MacBook Pro. Также есть вероятность, что представят новый Mac mini, учитывая, что прошлогоднюю модель на чипе M1 показали одновременно с MacBook. Кроме этого, возможны и другие сюрпризы. Как ожидается, в новых Mac'ах установят чип M1X с 10-ядерным CPU, 8 из которых высокопроизводительные и 2 энергоэффективные. Графический процессор будет иметь два варианта 16 или 32 ядрами. Также ожидается, что новые чипы будут иметь до 64 ГБ объединенной памяти. По слухам, макбуки на M1X получат новый дизайн с плоскими боковыми гранями, тонкими рамками вокруг дисплея, а также улучшенными возможностями по коммуникации. HDMI порт, SD Card Reader, два дополнительных порта Thunderbolt, а звём MagSafe для зарядки. Панель TouchBar заменит на ряд функциональных клавиш. По слухам, наконец улучшат камеру FaceTime, которая теперь будет поддерживать режим Full HD 1080p, при этом Face ID не появится. Ожидается, что в новых MacBook Pro будет установлен Mini-LED дисплей в 12,9-дюймовом iPad Pro, представленном в этом году. На это, кстати, намекает пиксельный шрифт, который использовали в приглашении на презентацию. Технология Mini-LED базируется на тысячах светодиодах подсветки, которые обеспечивают лучшую контрастность и глубокий чёрный цвет. Помимо новых MacBook Pro, на этом мероприятии могут представить обновлённый Mac Mini, который получит такой же процессором 1X с 10-ядерным CPU, 16- или 32-ядерной графикой и до 64 ГБ объединённой памяти. По слухам, новый Mac Mini также будет иметь полностью переработанный дизайн. Алюминиевый корпус будет иметь более тонкий профиль, а верхняя панель будет выполнена из пластика или стекла, для лучшей работы беспроводных интерфейсов Wi-Fi и Bluetooth. В новом Mac Mini увеличат количество портов по сравнению с моделью на M1. 4 порта Thunderbolt 3, 2 порта USB-A, порт Ethernet, HDMI. Также возможно, что в нём применят магнитный разъём питания MagSafe, как у 24-дюймовых iMac'ов, представленных в этом году. Mac Mini на чипе M1X заменят линейки Mac'ов топовые модели на чипах Intel, тогда как модели на M1 останутся в продаже в качестве бюджетного варианта. Скорее всего, на этой презентации нам объявят дату выхода финальной версии Mac OS 12 Monterey, которая станет системой по умолчанию линейки новых Mac'ов на M1X. Система имеет множество функций и улучшений, таких как Universal Control, позволяющий совместно использовать Mac и iPad, улучшенный FaceTime с функцией SharePlay, которая даёт возможность совместного просмотра видео или прослушивания музыки. Функция AirPlay to Mac позволит использовать Mac в качестве экрана для AirPlay, например, для отображения контента с вашего iPhone'а. Множество новых функций получит полностью переработанный Safari. Также можно ожидать, что на этом мероприятии нам наконец покажут AirPods 3 с дизайном как у AirPods Pro, но функции шумоподавления не будет. Наушники могут получить улучшенные микрофоны, улучшенную батарею, а также поддержку режима Dolby Atmos. Анонса новых MacBook'ов Air и 32-дюймовых iMac'ов на этом мероприятии, скорее всего, не будет. Ожидается, что в этих Mac'ах будут установлены чипы серии M2, которые уже появятся в следующем году. Выход M2 MacBook'a Air ожидается не раньше лета 2022 года, а iMac'а с большой диагональю в конце следующего года. Напишите в комментариях, какие новинки Apple вы ждёте больше всего и чем собираетесь себя порадовать. У меня на сегодня всё. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, оно было интересным для вас. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы всегда оставаться в курсе самого интересного в мире технологий.